новое видео выходит каждый день в 20 до мне да и вот вам а чисто похуй вообще чё я скажу вначале любую хуйню я блять скажу и она все равно будет лучше чем ярослава бурлёва хуйяры так же этот милки бога хочет добить к лету 23 подписчикам пододал гондон быстро в машину дура в этот раз начинаем с проекта май хом команда которого начала изменять окрестности аэропорта в этот раз они изменили аэропорт суншайн аутос а в следующий раз нам следует ожидать еще один автосалон и жилой квартал за ним что-то особых изменений незаметно пишет редактор ну я думаю что бывает гамбит роли play for network посмотрели stories ярослава руководителя гамбит роли play и нашли очень интересные ответы на вопросы в частности где-то летом планируется открыть третий сервер местом событий которого станет лас-вентурс и округе баун и тиера рабада я отношусь то есть редакторы к подобному решению весьма скептично велика вероятность что новый сервер пойдет по стопам второго на котором играет не очень много человек в отличие от первого кто-то обуславливает непопулярность сервера сан-фьера его плохой проработкой но мне кажется что город нравится меньшинству игроков и возможно так будет с лас-вентурас в любом случае время покажет но на этом похождения for network не закончились в другой stories они заметили новое оформление sv project открыты в фотошопе похоже выставлены на продажу св все-таки кто-то купил впрочем я то есть редактор не удивлен правда пока не известно зачем ярославу то есть а вот главному чуваку с гамбита этот проект маппинг системы что-то еще тренинг тем временем разработчики тренинга готовят новое обновление которое по-видимому добавит бумбокс влад разработчик поотвечал на вопросы игроков в комментариях и отметил что бумбокс будет доступен только дунутером оставить потоки сможет только владелец мир сам пнет роли play на сам пнет вышло обновление которое ничего особого крупного для игроков не принесло как отмечают разработчики они весь этот месяц работали над переездом всего мода на новую объективную модель что имеет значение для будущих разработок не знаю что за объективная модель однако ладно по этой части игроки изменений не заметят а теперь другие изменения которые игроки заметят переделан функционал дуэли теперь это бизнес в котором можно создать публичную или приватную игру владельцу бизнеса отходит 5 процентов от суммы ставок данный бизнес доступен для покупок в мэрии города лос-сантос переделан функционал мебели столы и стулья больше не являются причиной ошибок при слюте домов воздушно-транспортная компания также теперь доступна для покупки в мэрии переделал функционал выдачи оружия у зав складом во всех организациях также банды теперь могут создавать оружие через команду майк ган и продавать другим игрокам через команду сел ган теперь во время капто фраги засчитываются только на расстоянии не дальше пяти метров от захватываемой зоны исправлено много других незначительных багов но об этом умалчивают все зон на сервере стало доступным новое оружие использующие патроны калибра опять .56 на 45 а к 101 и пистолет глок 17 в будущем разработчики обещают добавить 2 снайперские винтовки м24 и риммингтон 597 вдобавок к этому разработчики добавили маппинг на горячий ляд а также исправили баг скрую уж не знаю что там за баг был да мне в общем то и до пизды извиняюсь извиняюсь абсолют play блять не знаю почему play там мне в общем то и я конечно извиняюсь по традиции заглушка тюрьма закрытие команд и меню теперь медленно снимаются если не заходить в игру одну секунду наказание снимается за 25 секунд болеть немного не понял однако лад пацифик кост project mapping айдол вуда весьма специфичный как по мне и вы знаете я посмотрел это маппинг но но болеть что-то айдол вот вообще не узнать но блять но чё-то какую-то хуйню и сделали если честно но блять ну ну ладно и и вы знаете вот пока не закончился дайджест также бы хотел сказать что beverly project закрылись вот процитирую там запись с сам ворлда вчера поздним вечером официальной группе beverly project было объявлено о закрытии проекта на неопределенное время после этого были отключены все веб-ресурсы включая свободную группу а также сам сервер по данным рок свечуи копирайтера проекта блять не знаю чё за копирайтер это мне в общем то и блять ладно извиняюсь причиной закрытия стала лишняя скупка в моде блять лишняя скупка в моде чё блять которая заставила изнурённого разработчика который на протяжении недели постоянно исправлял ошибки опустить руки я как пиар-менеджер сделал все возможное но руководитель опустил руки из-за дырявого мода увы в скриптинге я бессилен комментирует этой ситуации юрий холодов пиар-менеджер проекта вряд ли это конец сейчас разработку необходимо собраться с мысли ой блять вряд ли это конец сейчас разработчику необходимо собраться с мыслями а на это может уйти как неделя две таки целые месяцы там год миллиард лет а столетий и так далее однако репутационный ущерб таким громким событиям восстановить будет сложнее блять beverly project у них постоянно какая-то хуйня была блять все их что-то недолюбливали я болеть не знаю по факту чего а все недолюбливали beverly project возможно в комментариях мне вот эти вот все full рпшники скажут по факту чего бороли project блять не любят но в общем то ладно всем спасибо за просмотр данного видео дайджестов всем пока